Несмотря на то, что на вопросы суда, обвинения и защитников осталось ответить лишь Руслану Нургалееву, Никита Карабаев и Данил Елинсон в этой части, можно сказать, уже отстрелялись, в суд сегодня доставили всех троих. Дело предполагаемого организатора ограбления, теперь уже экс-следователя того же следкома Марата Шакирова, выделено в отдельное производство, а сегодня и весь процесс по делу в общем, целиком и полностью неожиданно объявили закрытым для средств массовой информации по объективным причинам. И в силу того, что данное преступление совершено в отношении органов правоохранительной системы, совершено достаточно дерзким способом, тем самым подрывая доверие и авторитет органов государственной власти. Кроме того, в данном судебном заседании рассматриваются доказательства, которые имеют непосредственно важное значение при осуществлении и организации деятельности правоохранительных органов, поэтому данный судебный процесс у нас закрыт. То есть информация, которая не подвижит огласке? Да, все верно. Напомню, преступление, претендующее едва ли не на ограбление века, произошло в ночь с 3 на 4 октября 2021 года. В центре города трое неизвестных на тот момент злоумышленников, без особого труда проникли в здание Следственного комитета республики, где располагался ни много ни мало отдел по расследованию особо важных дел, как его еще называют, экономический или попросту элитный. Вынесли из никем и ничем не охраняемого тогда здания целый, отнюдь не пустой сейф и тихо мирно скрылись. О краже стало известно только 5-го числа, когда сотрудники пришли на работу. А уже седьмого в суд для избрания меры пресечения на время проведения следствия доставили пустившихся было в бега троих жителей Альмитинска – Никиту Карабаева, Руслана Нургалиева и Данилу Еленсона. Отец последнего, к слову, предложил залог в миллион рублей, чтобы сына отпустили хотя бы под домашний арест. Суд миллион проигнорировал троица, самому старшему из которых 22 года отправилась в СИЗО, перед этим признавшись, что понятия не имели, куда лезут. Были уверены в обычную коммерческую фирму, сейф которой так нужен заказчику. В этой роли, по версии следствия, выступал тогда еще действующий следователь следкома Марат Шакиров, который как раз знал, что, где, когда. Чем занимались здесь сержанты? Работал в следственном комитете, следователь наезд. Дело Марата Шакирова изначально было выделено в особое производство, расследовалось отдельно и стартовало в суде аж на пять месяцев позже, дело троицы исполнителей. К тому времени пятого, самого загадочного участника ограбления, Дживана Кхитаряна, успели арестовать заочно, почти сразу после того, как он был объявлен в федеральный розыск, вместе с похищенными 15 миллионами. Была информация, что шустрый миллионер успел покинуть страну. Совсем без адвоката или просит назначить вам дежурного адвоката? Совсем без адвоката. Рвение Шакирова защищаться самостоятельно суд не поддержал, пояснив, что в связи с тяжестью статей без адвоката никак не обойтись. К слову, первое, что сделали адвокаты троиц и пособников Шакирова, представили в суд документы, подтверждающие возмещение материального ущерба. Здесь стоит отметить, что речь идет не о похищенных миллионах, а всего лишь о стоимости украденного сейфа – 10 200 рублей. В сегодняшнем судебном заседании состоится допрос третьего из участников совершенного данного преступления. В частности, будет допрошен Нургалиев, который непосредственно предоставлял транспортное средство при краже сейфа из здания Следственного комитета. После чего каждый из сторон перейдет к прениям. Прения по делу троицы обвиняемых планируется завершиться 23 января. Мария Молочникова, Раиль Галявов, Телеканал, эфир.